Риэлторы подтверждают, Сочи пользуется неизменной популярностью. Мало того, спрос на квадратные метры в Олимпийской столице только растет. Связывают такую тенденцию и с тем, что количество сделок по покупке недвижимости на европейском направлении сократилось в несколько раз. Строка из песни «Не нужен нам берег турецкий» сейчас актуально как никогда. В итоге Черноморское побережье, в частности Сочи, для многих сегодня лакомый кусок. Причем покупают не только квартиры в новостройках, скупают и нежилые помещения для развития бизнеса. Прицеливаются сегодня на курорт, желающий выгодно инвестировать. Люди заинтересованы в покупке земельных участков, коммерческой недвижимости. Больше хотят вкладываться в перспективные города. Сочи у нас, конечно, перспективные. Есть и те люди, которые хотят приобрести гостиницы, есть, которые хотят приобрести пансионаты. Спрос есть, люди едут, люди интересуются, люди хотят приобретать. Одним словом, работают сочинские риэлторы в том же ритме, что и в докризисные времена. С утра в этом агентстве недвижимости ищут земельный участок для очередного клиента, желающего возвести на курорте многоквартирный дом. Бизнесмен желает приобрести землю с соответствующим целевым назначением. Соответственно, и строить собирается по всем правилам. Кстати, таких добросовестных застройщиков отмечают в отделах продаж. В Сочи все больше. Цены же стартуют от 43 тысяч за квадратный метр. Это на этапе строительства. Ну а в достроенном доме с лицевыми счетами и с абонентскими книжками на газ цены стартуют от 63 тысяч рублей. Но желающих сменить столичный ритм жизни на более размеренный, это не останавливает. Раскупаются самые разные площади, как большие, так и маленькие. То же касается и нежилых помещений. Спрос есть практически на любое предложение. Приоритета в районе у покупателей нет. Потенциальных сочинцев интересует как квартира у моря, так и в кудепсте или на бытхе. Еще одно остается неизменным, как и популярность в Сочи, это застройщики с подпорченной репутацией. Проверку законности постройки и соблюдение строительно-технических норм никто не отменял.